Медресе Медресе Обучающий центр для женщин был построен с помощью инвестиционных средств арабских государств. Так как желающих получить образование в них было очень много, в этом году началось строительство второго корпуса. На церемонии открытия арабы увидели, сколько желающих обучаться в Медресе. Они обновили финансирование и с марта начали строительство нового корпуса стоимостью в 25 миллионов сумм. Второго корпуса стоимостью в 25 миллионов сумм, второго корпуса в первом этаже, в 2 миллиарда. Кипят строительные работы и в новых социальных объектах в этом же селе. Новая школа, детский сад, пап и мечеть. Средства на их возведение взяты из собственного бюджета, плюс в качестве инвестиций привлекли 300 миллионов сумм от государства Бахрейн. По окончанию 150 детей смогут обучаться в новой школе, 100 – воспитываться в детском саду. Работы пока завершены на 80%. Сдадут в эксплуатацию объекты уже через два месяца вместе с системой отопления и спортивной площадкой. По окончанию строительства получат рабочие места более 100 граждан. В школе, преподаватели, в детсаду, воспитатели, в фаб, медики. Все оборудование предоставляют спонсоры. Мы передали полный список необходимого, сейчас его уже привозят. Местные власти уделяют особое внимание дошкольному образованию. К примеру, в селе Чапаево строится детсад на 20 мест на средства швейцарского фонда в 1 миллион сомов и 20 тысяч сомов из местного бюджета. Однако объект планируется адаптировать для 50 дошколят. У нас нехватка детских садов. После разрешения этого вопроса мы начали принимать детей с соседних сел Зулпьев, Караташ. Более того, так как этот вопрос остро стоит по всему району, мы вынуждены брать детей из города Нокат. В селе Мир Махмудов проживает 24 тысячи граждан. Со стороны местной власти начались работы по улучшению их социального положения. 50 малообеспеченным семьям подвозят уголь на зимний период. Кроме того, население обеспечивает питьевой водой при поддержке международных программ. Проделаны работы на 4 миллиона. Все скважины, оставшиеся со времен Союза, были отремонтированы за счет местного бюджета. На это потрачено 2 миллиона. Около 800 домовладений обеспечены питьевой водой. 80% населения у нас имеют доступ к чистой воде. Год развития региона в данное село привлекло инвестиции на 386 миллионов сомов. Помимо социальных объектов, местные власти построили 4 производственных предприятий, создали более 100 рабочих мест. В этом году планируется строительство центра ветсервиса на 3,5 миллионов сомов.